Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые посетители клуба «Скворечня». Приветствую также телезрителей, присоединившихся к нам. Мы продолжаем занятия в школе квалифицированного зрителя и в прошлый раз остановились на особенностях египетского искусства. Чтобы зритель не терялся в отделе египетского искусства, всегда, кстати, малолюдно, а пытался воспринять это искусство с точки зрения тех законов, которые оно для себя выработало. Мы остановились на бюстине Фертити, вокруг которого, конечно, очень много спекуляций, разного рода домыслов и так далее, и так далее. Как сказал один журналист, а что вы хотите, знаменитая женщина и скандал. Это хорошо продается. Но мы-то не будем особенно за этим следить. А вот посмотрим на художественные особенности. Загадка второго глаза. Бурхард пишет в своих заметках хронических, что они тщательно просеяли, была же обнаружена как бы скульптурная мастерская, тут МОСА, и там все это и найдено. И второго глаза не нашли. И по этому поводу, опять же, есть несколько версий. Вот левый глаз, правый вернее, он сделан из горного хрусталя и черного дерева. А правый он и не предполагался, потому что там выпуклая глазница. Там как бы не вставить второй глаз. Считается, что если бы второй глаз был, то это было бы уже точное изображение царицы. И она как бы, ну, не то чтобы ожила там и так далее, но уже это все как бы приобрело совсем другие черты. А так это чуть ли не модель для копирования. Но штука в том, что это единственное изображение и единственная египетская скульптура с одним глазом. Поэтому, ну, наверное, может быть такая ведь версия. Нефертити к концу своей жизни, несмотря на то, что ее перевод этого слова прекрасная пришла, и считается, что она вообще не египтянка, а возможно откуда-то была доставлена, но она никак не могла родить сына. Вот эти шесть дочерей. И к концу своей жизни она потеряла, ну, как бы расположение у фараона, и о ней не упоминается, там, я не помню с какого времени, но возможно вот какой-то период, когда ее вообще, она перестала кого-то интересовать. Ну, вот это как раз момент обнаружения. Вот когда сейчас многие говорят, что это все-таки подделка, что я сделал Бурхард в 12-м году, а такие случаи, знаете, бывают, вот фетский диск до сих пор не дают на экспертизу, потому что возможно, что это хитрая итальянская подделка. Дело в том, что раскопки стоят денег, и если они из года в год не приносят чего-то сенсационного, кто будет платить? Но с другой стороны, в 12-м году сделать такую копию, она ведь, это известняк, сверху покрытый гипсовой штукатуркой, вот так отлепить, я думаю, что это вряд ли возможно. Поэтому, ну вот это 45-й год, когда среди разных ценностей, вот соляной шахте, она сначала хранилась в этих знаменитых зенитных башнях в подвале, а потом ее перевезли вот эти соляные шахты. И там она была обнаружена, и тоже сейчас журналисты пытаются доказать, что обнаружена была копия, а оригинал, как бы бог знает где, вот изготовленная как раз Гитлером для того, чтобы подарить египетскому правительству. Ну вот так она сейчас демонстрируется, специальный зал, разумеется, специальная подсветка, абсолютно художественная, совершенно великолепная. Ну, что называется, когда ваш самолет приземлится в аэропорту Берлина, то вы презрейте вообще все остальное, сюда и только сюда и сразу. Вот англичане провели томографию, и говорили о том, что под ней скрывается ее, как бы в пожилом возрасте, Нефертити-голова, да, потом они отказались от результатов томографии. Говорят, что это какая-то тоже ерунда. Вот они считают, что вот единственный ее реальный облик, это вот этот, вот такая гранитная головка, которая там сложная система доказательств, что она не могла так сохраниться. А это вот сохранилось. Мы в эти истории не полезли. Вот мумия самой Нефертити. Ну, опять же, если это она и так далее, ну, вот ее особенности вот такие человеческие. А это при, как бы, ну, что ли, приклеить голову Нефертити к ее телу. И в египетских СМИ это шло, немецкий бандит смотрит на работу своих рук, что называется. А вот действительно ее фигура обнаруженная тоже там же, в этой мастерской. Но действительно уж ничего такого, ну, наверное, такая реальная была у нее фигура. Прекрасная пришла. Еще раз посмотрим на этот портрет, безусловно, царский. Там повреждены только уши, а великолепная сохранность абсолютной, краски. Споры идут по поводу утиара, это головной убор или парик. Дело в том, что египетские женщины брились наглотко, потому что жарко и все прочее. Но в торжественных случаях одевали такие высокие шестяные парики, уложенные аккуратненько, все равно, образом и все прочее. Не очень это понятно. С другой стороны, вот вторая известная работа, изображение Нефертити. Вот я всю жизнь ношу с собой, вожу. Вот этот бюстик. Странным образом он тоже меня завораживает, особенно если свет падает сверху. Он у меня на столе, и если лампа настольная, то это такая камня. Но квалифицированный зритель моментально отличит мертвый гипс от известняка. Вот обратите внимание на важность материала. Когда вы ставите искускульптурой, с гневом говорите о том, что гипс – это совершенно мертвый материал. Мрамор, дерево, базальт, металл разный. Или вот в данном случае известняк. Ну, в свое время я думал, что, конечно, этот портрет не уступает. Не уступает. То есть, вот, конечно, моделировка совершенно тончайшая. Костяк аналогов-то, не знаю, казалось бы, ну, не так уж трудно сделать. Но много обнаружено голов о Нефертити. Ну, тут прощаемся мы с Древним Египтом, призываю вас, конечно, посетить эту страну. Попробовать все-таки, ну, не Хургаду, а именно вот как бы оттуда, от Асуанской плотины проехать. Есть такой тур 800 километров на теплоходе. Их покажет и Карнак, и Руксо, и пирамиды, и все на свете. И я думаю, что вы будете восхищены этой поездкой. А теперь мы переходим на Балканы, Белопонез, Аттику, Вревняя Греция. Этот период нас будет интересовать. И вот я сразу хочу сказать, что это действительно совершенно другая культура. Ну, вот, например. Значит, это иллюстрация знаменитой истории про сапожника. Художник Апиллес. Картину свою показать хотел народу. Выставил на балконе, а сам спрятался и слушал, что говорят. И один сапожник говорит, да у него неправильно сделаны там завязки у сандалий. Он достал картину, исправил, опять выставил. Идет сапожник и говорит, что у него там неправильно нарисована там голова или руки. И тогда Апиллес ему сказал, суди не выше сапога. Это знаменитый стих Пушкина. Ну, и вот картинка 18 века, как сапожник пытается учить художника. Смотрите, здесь сколько много всего. Во-первых, картина. Которую не знали египтяне. Только росписи гробниц. Отдельная картина. Во-вторых, публика. Вот здесь мы впервые сталкиваемся с публикой, с которой будут все время сталкиваться художники. Мы с вами тоже публика. И, к сожалению, еще не написана история публики, история влияния публики на развитие, на осуществление вообще самого искусства. Мы об этом будем говорить в цикле «Художественный рынок». Но пока публика, да еще какая публика, которая вмешивается. Вот у Третьякова единственный случай, когда он попытался, ну, как бы сказать художнику, как бы надо. А вообще публика, особенно заказчики, очень часто говорят, ты вот так сделай, да эдак сделай, да сяк сделай. Ну, или вот, например, такой, такая картинка, иллюстрирующая знаменитого художника Апиллеса, разговаривающего с Александром Македонским. И Македонский позволил себе, значит, высказывать какие-то суждения. У живописи стали смеяться ученики, и Апиллес сказал, ты лучше помолчи. Здесь что важно. Александр Македонский – покоритель мира, но не суди о том, что ты не понимаешь. Воюй там, что хочешь делай, но тут не твоя компетенция. А, значит, картинка, иллюстрирующая следующую историю. Зевскиз и Парасий, два художника, вступили в соревнования. Кто, значит, напишет лучшую картину. Если я не ошибаюсь, Зевскиз записал виноград, на который слетелись птицы и стали его клевать, а Парасий нарисал занавеску. И что художники пришли и говорят, ну отодвинь занавеску, посмотрим твою картину. А оказалось, она нарисована. Здесь-то что важно? Ну здесь вообще все важно. Во-первых, нарисовать виноград так, чтобы его клевали птицы невозможно. У птиц объемное зрение, ну не объемное, во всяком случае на плоскости они не отреагируют. И тем не менее. Но смотрите, что важно для грека? Похожесть. Что было один в один. Это мы сейчас называем натурализмом. И, кстати, победу присудили вот тому художнику, который инициал занавеску, потому что он обманул глаз художника. Вот это мы запомним для себя, что идеал грека – это вот такое точное изображение действительности. Мимесис. Вот запомните слово, потому что искусство бывает миметическое и не миметическое. Миметические отражают реальность, не миметические этого не делают. Это тоже мы потом, конечно, будем разбираться. Вот тоже важная вещь, не помню, художника, который отбирает модели для того, чтобы создать портрет Елены Прекрасной. Вы помните, что Елена Прекрасная, за нее началась вся эта история, Троянская война и все прочее, но Гомер отказывается ее описывать. Отказывается? Потому что… А что он напишет? Соболиная бровь? Бровьми союзно? Ямочки на щеках? Или что? Гордый профиль? Ведь ему надо было показать неземную красоту. И он тогда, так сказать, отразил поведение старцев, которые, увидев Елену, сказали, да, ради этой женщины стоит воевать. А ну-ка попробуем мы этих старцев изобразить с текущими, да, с глазами там всякими, не получится. Здесь только… А помните кинофильм «Приходите завтра», когда, значит, он крушит скульптор свою в мастерскую, но перед одним останавливается произведением, как бы вот он, ну, честно там и все прочее. Конечно, его не показывают. Так вот здесь получается, что какую-то вот идеальную конструкцию художник, собрав приметы, как у Гоголя, уши Ивана Ивановича, нос Ивана Никифоровича, и вот получается идеальная Елена. Тоже намотаем на ус. Ну вот, возвращаясь к разговору о том, почему там все это произошло, почему рынок, почему публика, почему вот это все. Значит, Балканы – это удивительное с природной точки зрения образование. Там нет ничего, ну, ужасного. Высоких гор, засушливых пустынь, каких-то лесов непроходимых, как у нас там, финноугров, да? Ну, это довольно ласковая к человеку земля. Она, так сказать, ну, не сильно богатая, конечно, там земледелие только у биотира развито было уж сильно, ну, в Аркадии еще немного. А так-то… Но у нее была одна особенность, конечно. Вот можно было доплыть от острова к острову до Малой Азии. Вы представляете себе, то есть, вовсе время в глазах была земля. Остров, 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 остров. Вторая особенность – вот это палубное сознание. Реки-то нет, но море. А море – это не река, текущая в одну сторону. Это как раз, ну, как бы, такое природное условие, которое предполагало и изобретательность, и торговлю, и стремление, потому что не очень богатая земля, надо поискать и так далее. То есть, природное условие – виноград, оливки и овцы, все. Оголь на выдумке хитра. И грек был, конечно, изобретательным торговцем торговля, назовем это слово. Это же не война, они же, как бы, делали, вот, колонии греческие. Они же завоевывали мир не мечом, как Александр Македонский, ненадолго, а, ну, рублем, скажем по-нашему, торговыми предприятиями. Куда забрались? Вон аж. Да? От Испании до… И вот это вот разнообразие, другого слова не подберешь, многообразие греческой культуры, отсутствие, если хотите, священной книги. И вот это очень важно. Потому что монорелигия, она предполагает книгу, которую нельзя нарушать. Хоть Библия, хоть Коран. И это один разговор. А если ее нет? Если 12 олимпийских богов, которые, ну, как бы, похожи очень на людей, не очень они такие и добрые, не очень и честные, и такие уж не совсем. Это совсем другой разговор. Поэтому, я не знаю, насколько мне удалось убедить вас в том, что греческая культура, она и не могла быть другой, разнообразной, динамичной, агональной. Вот что такое агон? Это соревнования. Мы ничего не знаем о соревнованиях у египтян. Ну, ничего. А здесь то художники соревнуются, то ораторы, то, значит, ну, я не знаю, постоянно идет какая-то война всех против всех. Может, это и плохо, а может, и хорошо. Потому что соревновательность, двигатель, сами знаете чего. Вот природа, природа Греции. Вот она такова. Дважды я был в этой стране. Действительно, ну, и жарко, и все на свете. Но какая ласковое солнце. Там какое-то удивительное небо. Мне кажется, у нас такого не бывает. Она, скажем, белесоватое, наверное. Так, ну вот теперь уже непосредственно приступим в оставшееся мне время к разговору о греческом искусстве. Я хотел бы подчеркнуть вот эту его меметическую природу. Вот эту тягу к реальному изображению. Про Мирона говорили, что он сделал такую корову, что ее кусали оводы. Известная легенда Пигмалиона и Галатеи, который скульптор слепил, такую влюбился, и его боги пощадили. Афродита, наверное, как всегда, она же занималась этими вопросами. И она оживила Галатеев. Вы помните шоу Бернан, да? Пигмалион, когда профессор Хиггинс берется за Лизу Дулитл и берется через слово сделать ее другой же. То есть там слово. Он обучил ее нормально говорить языком леди. И она стала другим человеком. Здесь другое. Здесь просто, как бы сказать, какое-то совершенное, что ли, на создание. Ну, вот в формуле любви там тоже эта история как раз, что не хочу, не люблю я этого. А люблю я Марью Ивановну. Ну, это не имеет совсем. Я, кстати, не понимаю, почему вот здесь художник изобразил какую-то проблему. Ну, потому что они ведь вроде по легенде все нормально, у них двое детей, и они прожили счастливо. Запомним это для себя. Теперь эволюцию формы. Это знаменитые кекласские идолы. Вот еще что важно. Вот, допустим, один из кекласских островов сплошь состоит из мрамора. Ну, как тут не делать из мрамора? А ведь это благороднейший материал. Это совсем другая история. Но вот здесь скульптор сделал по принципу уведомления. У нас сейчас Слава Смирнов так работает. У него с нафизинами такой нос, и на этом он заканчивает разговоры о человеческом лице. Так и здесь. Не очень понятно, ритуальная какая-то сцена. Ну, вот эти вот как бы завораживающие такие скульптуры. Другого слова тут не подберешь. И когда вы, кажется, в музее будете смотреть неолит или вот это начало, не относитесь строго. Не говорите, что это, ну, какие-то детские попытки там и все прочее. На самом деле в этом тоже есть определенная песня. Эра, ну, как бы рождение человечества, ранние такие. Вот тоже замечу, что мы привыкли с вами к такой белокаменной Греции. На самом деле очень часто эти скульптуры расписывались. Мало сказать расписывались, не менянчились, их могли обидеть, просить, кормить, умывать, там, одевать. То есть тоже отношение такое было, как бы, достаточно домашнее. Вот знаменитая задумчивая кора. Довольно быстро от кекласских идолов греческая скульптура перешла к изображению лица. Да еще и грустного. Не будем здесь только, ну, как бы, накручивать себя, потому что это просто очень высокая скульптура, и она должна была смотреть вниз, на посетителей. И поэтому у нее такое чуть-чуть грустное выражение лица. Но все-таки, но все-таки, найдите в Египт даже не фертите хоть одну вот такую вот, как бы, девушку. Или вот знаменитая Клеобис и Бетон. Но здесь мы что, мы знаем эту легенду, Клеобис и Бетон. Это пример верных сыновей. Мать у них была в храме, служила, там, что-то такое. Ей надо было идти на службу, но она заболела. Вернее, не она заболела, а куда-то делись быки. И эти два ее сына впряглись вместо быков и доставили ее, как бы, до места. И она взмолилась Зевсу, что он, ну, как бы, сделали их счастливым. Вот в этот момент самое высокое счастье. И Зев их умертвил. Объясняя тем, что что, они совершили подвиг во имя, так сказать, родительской любви. И вот на этой высокой ноте пускай прекратят свое существование. Но нас-то это не сильно интересует. Нас интересует, как древний художник начал, 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 начал изучать, изучать, изучать. Коленочки-то. Конечно, это все суховато. Конечно, это геометрия. Но уже икроножная мышца. И видно кость. И голова мертва. И грудная клетка плоская совершенно. Это мы понимаем. Но, но как быстро? Как быстро? Вот это уже шедевр ранней классики. Поликлет. Дорифор. Что в переводе означает копеносец. Квалифицированный зритель, конечно, обратит внимание вот на эту вот стяжечку. И она говорит о том, что оригинал в бронзе. А в камне приходится делать такие вещи, чтобы не отвалилась рука. Не обращаем на нее внимания. Значит, это вот тот греческий канон. Когда поликлет, скульптор, заявил, что он сделает совершенную статую. Афинского гражданина, копьеносца. Здесь голова, не помню, то ли 7, то ли 8 раз укладывается в туловище. Фаланга 10 раз, там, стопа, столько-то и так далее, и так далее. То есть расчисленный такой вот как бы канон. Но я хочу сказать, что на этом все и закончилось. Если в Египте канон продолжался 5000 лет, то здесь он очень быстро был нарушен. И канон-то он связан не с идеальным, а с идеальным отношением, с идеальными пропорциями. Он вообще тяжеловат на современный вкус. У него развитые плечи, он такой, и он сбоку, кстати, смотрится почти неприлично. А вот еще один памятник. Вот здесь, смотрите, это храм Зевса Олимпийского. Восточный и западный фронтоны. Между ними 10 лет. Вот когда я учился, не дай бог перепутать восточный и западный, да, это выгонит сразу Анатолию Михайловичу как бы с экзамена. А здесь что? Здесь вот эта вот архаика еще. Это оба раненых воина. Видите, как неестественно ножка. Не очень понятно вот эта мускулатура. Здесь плосковата. Архаическая улыбка, архаическая прическа. Чего он улыбается-то, стрелу вытаскивает из груди. А вот внизу, через 10 лет, вы видите, как бессильно повисла рука. Но как уже естественно располагаются ноги. Человек, который пытается встать, или вот он получил рану, и, ну, страдает безмерно, еще вцепившись в свой меч, т.т. 10 лет и небо и земля. Один храм. Два фронтона. То есть я здесь в оставшиеся мне 4 минуты успею показать еще один памятник. Мирон, скульптор Афины и Марси. Здесь история какая иллюстрируется? Что Афина, значит, ну, там долго Аполлон, погоди, не Аполлон, Гермес, значит, изобрел вот эту свирель, да? Аполлон пытался поиграть, ему что-то не очень понравилось. Афина поиграла над ней, стали смеяться лягушки, потому что у нее смешно раздувались щеки. А сатир Марси, который подглядывал за ней из-за кустов, кинулся и хотел ее схватить. Афина оглянулась. И он отпрянул. Вот этот момент, вот эта секунда. Какая, какой Египет, где там чего? Вот мы среди этих истуканов найдем пляшущую фигуру Марси. И строгую Афину. А такая строгая девушка здесь. Афина – это вообще как бы девушка, но строгая. Тоже длинный большой разговор, и мы не можем в него углубляться. Мы просто оцениваем. Марси, кстати, плохо кончил. Он с этой свирелью вызвал Аполлон на состязание и выиграл. И с него и кожу и содрали. Значит, вот такая удивительная скульптура. И, ну, еще давайте вот это, Лаокаон. Значит, тут история эта простая. Лаокаон, жеец троянский, предупреждал, чтобы троянцы не вносили коня. Бойтесь, донайцев, дары приносящие. Ну вот, а Аполлон, который выступал на стороне ахейцев, подослал двух змеев, которые задушили и, значит, Лаокаона, и двух его сыновей. И, кстати, там же тоже пострадала и Кассандра, которая все знала, но ей никто не верил. Вот это такая, она всем говорила, не связывайте с этим конем, но ей никто не верил. И она потом и бесчестная, погибла втрое, когда уже город был взят. Вот смотрите, здесь, как бы сказать, змеи опутывают и Аполлона, и двух его сыновей. Но Лессин, который внимательно изучал эту скульптуру, совершенно справедливо пишет, что смерть близка, укус. Вот укус, но Лаокаон не кричит. Вот он пишет о границах эстетики, он говорит, что греческое чувство прекрасного не могло позволить себе изобразить вывернутый рот. Это потом в эллинизме могли встретиться вот такие искаженные, как это по жизненной правде и должно быть. Минута до смерти, укус в бедро, но он только как бы горюет. Вот Гомер, у него там есть такая удивительная вещь, когда атака троянцев, ахейцев, и там троянцы, они как бы кричат атакуя. Ахейцы атакуют молча. И по мнению исследований Гомер подчеркивал воровскую природу троянцев и цивилизованную природу ахейцев. Они и кричат атакуя. Так и здесь. Крика не может быть, только стон. И Лессинг правильно пишет, что не мог грек изобразить вот кольцами, как обвивают удав и так далее, потому что ему нужен был прекрасный живот. Вот цель этой скульптуры. Не гибель, не иллюстрация мифа, а великолепный торс великолепного человека. Вот к чему стремилась греческая пластика. Вот что было как бы вот в голове-то у всех от Фидия, с Капаса, начиная. Ну, с Капаса может быть нет, чуть нет, но все равно. То есть вот это мы для себя запомнили. Конечно, стремление к реальности, но к идеальной реальности. Потому что боги как люди, люди как боги, вот этот мир, причем мир-то был не сильно уж такой идеальный, да? Мы знаем все как бы греческое, перипетии греческой истории, перипетии, кстати, слово из греческой эстетики. И оно как раз Христотель ввел. И как раз оно означает вот эту борьбу, смену постоянную, смену плюс на минус, хорошо, там, добро, зло и так далее. Ну вот давайте на этом закончим, чтобы с не меньшей энергией приступить в следующий раз к рассмотрению особенностей греческого искусства, чтобы квалифицированный зритель в нем разбирался. Спасибо.